О пользе обновления азербайджанского парламента мы поговорим с нашим гостем Дарья Гривцова, замдиректора Института политических исследований. Дарья Гривцова к нам подключается. Здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Дарья, как вы считаете, чего ждать от обновленной структуры парламента, какую пользу принесет для устойчивости и суверенности Азербайджана? Конечно, новый парламент — это всегда новые идеи, новые законы и новое видение путей развития страны. Как мы знаем, выборы прошли на всей территории Азербайджана. Это произошло впервые за долгое время. И, конечно же, это накладывает ответственность на парламентариев за то, какие законы они будут принимать, то, какие пути развития страны они будут выбирать. И, естественно, депутаты это осознают и понимают, что сейчас народ, граждане Азербайджана им доверили свой голос, доверили свои надежды. И, конечно же, впереди большая работа. Работа, которую необходимо сделать все вместе и действительно реализовать те цели, которые сейчас стоят перед всей страной с учетом возвращения Карабаха и развития этих районов. Ну, действительно, главная задача прежнего периода восстановления суверенитета территориальной целостности решена. И вот теперь будет выдвинута новая глобальная стратегическая национальная цель. Все-таки, как вы думаете, с какими проблемами или трудностями может столкнуться новый состав парламента? Ну, конечно, невозможно себе представить, чтобы не было трудностей, или они всегда были бы легко решаемы. Мы все живем в современном мире, где кризисы могут возникнуть внезапно, и к ним всегда надо быть готовыми. Как, например, когда-то в свое время пандемия ковида, о которой никто даже не мог подумать. Но сейчас, насколько мы видим, основная задача – это, прежде всего, работа не только во внутренней политике, реализация каких-то программ для улучшения качества жизни населения, но и работа во внешней политике в сфере безопасности и обеспечения того нормального уклада жизни, который бы хотели видеть азербайджанские граждане. Конечно же, у этого всегда будут противники, внешние страны, которые будут оказывать давление, которые будут не согласны с тем, что Азербайджан проводит независимую, суверенную политику в интересах своих граждан, своего народа, и будут, возможно, использовать какие-либо провокации. Но Азербайджан примерно представляет, с чем он будет сталкиваться, и как он будет отвечать на эти провокации. Ну и, конечно же, важная задача – это все же заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном, и на этом во многом будут направлены усилия парламентариев нового состава. Дарья, а вот как на фоне всех этих западных провокаций важно ваше мнение? Насколько важно присутствие именно международных наблюдателей на выборах? Да, конечно, это очень важно, поскольку одно дело, когда вы говорите о стране только слыша о ней, а другое дело, когда вы приезжаете и смотрите это своими глазами, проверяете, как проходит процесс голосования, все ли правильно подготовлено, были ли прозрачны выборы, и реально ли это была воля народа или навязанная ему воля. И те наблюдатели, которые оказались сейчас здесь, в Азербайджане, в Баку, они, безусловно, понимают, что на них лежит большая ответственность рассказать то, как все это происходило, как происходили выборы в парламент, как голосовал азербайджанский избиратель, и как мы слышали из их заявлений, в том числе и я сама участвовала в наблюдении за этими выборами в составе миссии «Гражданский диалог», мы видели, что все проходит на очень высоком уровне, все прозрачно, конкурентно. И, конечно же, об этом будут говорить наблюдатели во своих отчетах, которые они передадут в Центральную избирательную комиссию, будут рассказывать, когда вернутся в свои страны, и будут доносить ту правду азербайджане, которые иногда очень хотят скрыть враги Азербайджана, конкуренты Азербайджана. Но с этим, конечно же, можно работать. И действительно, вот такие вот открытости Азербайджана, привлечения людей из разных угольков мира, чтобы понять, что такое Азербайджан, увидеть и донести до своих граждан, своих людей, что Азербайджан — это прекрасное место. И действительно, есть все возможности, чтобы самим потом им приехать в Азербайджан, посмотреть на эту прекрасную страну и, конечно же, донести ту правду, которую порой не всегда показывают средства массовой информации. Спасибо большое за ваш комментарий. Дарья Гривцова, замдиректора Института политических исследований, к нам подключалась.